Возникновение поселка Урмары связано со строительством железной дороги Москва-Казань. В населенном пункте была построена водобашня, у которой заправлялись проезжающие провозы. За последние несколько лет у поселка городского типа появились новые поводы для гордости. Какие именно, выясняли в ходе рабочей поездки главы Чуваши в Урмарский район. Удивительно, но факт. В Арабасинском сельском поселении закупочная цена на молоко одна из самых высоких не только в Урмарском районе, но и во всей республике. Молоко ничем не смешивается, чистое молоко, поэтому цены не снижаются. Ну и соблюдаются требования главы республики Михаила Васильевича Игнатьева, что ниже 13 рублей молоко не должно быть. Сейчас они, наоборот, стараются чуть-чуть поднимать уже молоко, потому что мало становится, меньше. Поэтому, наверное, уже на той неделе рублей 14 у нас будет молоко. Пейте, дети, молоко. Будете здоровы. Однако, одного только молока для здоровья недостаточно. Нужны профилактика и, в случае необходимости, грамотное лечение. Для этого в Урмарской больнице есть все необходимое. Не хватает только медицинских кадров. Мы возим в основном туда, в Канажский сосудистый центр. Это беременных и рожениц с патологией. Потом сосудистый центр у нас принимает кардиологических больных с заболеваниями, острого периода инсульта. Вот таких пациентов мы возим в город Канаж. Чтобы избежать проблем со здоровьем в зрелом возрасте, надо тренировать кардиосистему с юных лет. А спорт в этом случае – лучший помощник. Однако, со спортом хотят дружить далеко не все юные урмарцы. Каждого второго ребенка вы должны выбрать. Каждого второго. У вас показатель 10%. Плохо. В поселке, где проживают 6 тысяч человек, действуют две современные спортивные школы. Михаил Игнатьев заметил. Вопросы здорового образа жизни возведены у нас в рамках государственной политики. И вовлекать молодежь в занятия спортом – задача не только родителей и педагогов, но и руководителей всех уровней. Несмотря на проблемы, которые требуют незамедлительного решения, качество жизни в районе за последние годы повысилось. Вопросы переселения из аварийного жилья становятся менее актуальными. Заработная плата работников торговли растет. Строится детский сад на 145 мест. В перспективе благоустройства парка культуры и отдыха. Если сравнивать, как было в сельских районах 20 лет назад, сравнивать, на каком уровне сейчас мы живем, это даже несравнимо. Молодые люди, которые буквально 15 лет назад родились, выросли, они даже не могут понять, если даже картинки показать, неужели так было, скажу. Поэтому я почувствовал, что желание есть, дальше улучшать все показатели, стремление есть, настрой есть. Вот этот комплексный механизм, инструмент дальнейших наших действий надо использовать эффективно. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Еще. Еще. Еще.